Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим рис с печенью. Для приготовления нам потребуется 500 грамм куриной печени, 2 полных мультистакана длиннозерного пропаренного риса, это 280 грамм, подсолнечное масло 50 грамм сметаны, небольшая луковица весом 50 грамм. Из специй я буду использовать смесь перцев, можно использовать любые специи на ваш вкус. Соль и вода. Мелким кубиком нарежем лук. Печень я нарезала такими небольшими кусочками. В чашу мультиварки я налила 2 столовые ложки подсолнечного масла. Выбираем режим жарка. Нажимаем старт. Жду 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. Масло нагрелось. Отправляем одновременно обжариваться лук и печень. Лук с печенью я жарила 10 минут. Добавляем смесь перцев. По вкусу я добавляю примерно 1 треть чайной ложки. Добавляем сметану. Так рис с печенью будет иметь более сливочный вкус. Перемешиваем. Добавляем промытый рис. Добавляем 400 миллилитров горячей воды. На 2 мультистакана риса 2,5 мультистакана воды. Соль добавляем по вкусу. Я добавляю чайную ложку с горкой. Аккуратно все перемешиваем, чтобы соль распределилась равномерно. А также рис смешался с печенью. Закрываем крышку мультиварки. Будем готовить на режиме рис, крупы. 40 минут или время по умолчанию. Через 40 минут блюдо будет полностью готово. Время истекло. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такой замечательный рис с печенью. Благодаря тому, что рис использовали пропаренный, он получается вот такой рассыпчатый. Если использовать круглозерный рис, тогда будет больше похоже на ризотто с печенью. Второй рецепт. Предлагаю приготовить печень в необычном соусе. Для приготовления нам потребуется 500 грамм печени. Печень лучше взять свиной или говяжью. У меня говяжья печень. Я уже сняла пленку и порезала на мелкие кусочки. Еще нам потребуется небольшая луковица весом 80 грамм, маленькая морковка весом 60 грамм, 150 грамм маринованных или соленых огурцов, 100 миллилитров молока, 100 грамм сметаны. Сметану лучше взять более жирную. Подсолнечное масло и соль. Печень заливаем молоком. Печень предварительно необходимо порезать. Все хорошо перемешиваем и оставляем минимум на 1 час. Нам необходимо, чтобы печень стала нежной, сочной. То есть, вся печень должна быть в молоке. Мелким кубиком нарезаем лук. Огурец нарезаем тонкими полукольцами. Вот таким образом. Морковь натрем на крупной терке. Самое долгое это выдержать печень в молоке. Остальное все готовится быстро. В чашу мультиварки наливаем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Далее, ничего не разогревая, выкладываем лук, огурцы и морковь. Выкладываем печень без молока. Соль добавляем по вкусу. Я добавляю неполную чайную ложку. Выкладываем сметану и все хорошо перемешиваем. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. То есть овощи, печень, все должно быть в сметане. Добавлю 80 миллилитров холодной воды. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на ручном режиме при температуре 110 градусов 30 минут. Если у вас нет возможности выбора температуры, тогда готовьте на режиме тушения, но уже 45 минут. То есть у вас температура на режиме тушения около 100 градусов. Времени потребуется чуть больше. 30 минут прошло. Как вы видите, достаточно много жижи. Особенно это вкусно с картофельным пюре или гречневой кашей. Вот такое нежное, сочное блюдо получилось. Печень просто тает во рту. Отличная, очень вкусная подлива. Третий рецепт. Мы приготовим сытный обед с печенью и помидорами. Для приготовления нам потребуется 150 грамм печени. Печень можно взять любую. У меня сегодня куриная. Крупная помидорка весом 130 грамм. Маленькая луковица весом 50 грамм. 4 яйца, 200 миллилитров молока, смесь перцев, подсолнечное масло и соль. Омлет готовится достаточно быстро и легко. Мелко нарежем лук. Помидорку лучше взять плотную, чтобы она не превратилась в кашу. Нарезаем ее небольшими кубиками. Я помидоры не чищу. Беру вместе с кожурой. Осталось некрупно порезать печень. Печень промыть, обсушить и нарезаем не очень крупными кусочками. 150-200 грамм будет достаточно. В чашу мультиварки наливаем пару столовых ложек подсолнечного масла. Можно даже чуть поменьше. Выбираем режим жарка. При необходимости выбора продуктов овощи и ждем 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. Прошло 2 минуты, масло нагрелось. Отправляем обжариваться лук, помидоры и печень. Обжариваем все вместе. Сразу. Как только печень посветлеет будет достаточно, отключаем режим жарка. У меня прошло 7 минут. Готовим заливку для омлета. Смешиваем яйца, молоко. Добавляем соль по вкусу. Печень я не солила. Добавляю примерно пол чайной ложки соли. Буквально 1 четвертую чайной ложки смеси перцев. И все перемешиваем обычной вилочкой. Получившуюся смесь добавляем в печень и помидорам. Слегка все перемешиваем, чтобы печень, помидоры, лук все распределилось равномерно. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечки. У меня это ручной режим. При температуре 130 градусов 25 минут. Нажимаем старт. Время истекло. Давайте посмотрим, что получилось. При необходимости отключаем подогрев. Омлет станет более плотнее минут через 5 и будем доставать. Теперь два варианта. Лопаточкой вот таким образом отделить весь омлет и достать, перевернув с помощью корзины пароварки. Можно же омлет нарезать прямо в чаши и разложить порционно. Смотрите, я разделила, достала порционно. Кусочки получаются ровные, но при этом смотрите, внизу остается жидкость. Поэтому, если вы будете переворачивать омлет на корзину пароварки, необходимо это делать над раковиной, чтобы лишняя жидкость вытекла. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!